Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжая спортивную тематику в нашем концерте, которую начал мой однофамилец, известный спортивный комментатор Коте Махарадзе, я хочу предложить вашему вниманию несколько пародий. Но для этого надо вспомнить 1981 год, когда одиновцы Тбилиси завоевали почетный трофей Европейский Кубок Кубков, и в честь такого большого события был дан большой концерт. Вот отрывок с этого концерта я сейчас вам и покажу. Но, как обычно, концерт начинает ведущий, конферансье, и так он объявляет. А теперь я с удовольствием хочу предоставить слово нашим гостям, которые приехали поздравить тбилисских динамовцев. Народный артист Советского Союза Аркадий Райкин сам приехать не смог, но прислал одного из своих персонажей, который, побывал в городе Тбилиси, делится своими впечатлениями. Сейчас, одну секундочку, он у нас появится, прошу. Понравилось мне у Тбилиси, очень понравилось. Вот это вон горжане, мукузане, тибане, кипиане, все понравилось. Все, не, у нас есть, понимаешь, тоже кое-что есть, понимаешь, ну, не то. Ну, зашел на стадион Динамо, смотрел футбол, очень понравилось. Очень понравилось, но перерыв короткий. Потом, после первого тайма все обухвы побежали, так усе, умесе, культурно, без очереди. Ну, то, что у нас, в России, понимаешь, там кто последний, кто последний, кто последний, кто последний. Там последних нет. Там усе первые. Через минуту ни товару, ни очереди, ни пуговиц. Буфетчица говорит, ну, что ты хочешь? Что ты хочешь? Я говорю, хочу пуры. Пуры с пагрузинский хлеб, где смотрю, а на мне какой-то пережилок дает. Но непонятно с чем. Я думаю, что с гипсом. Камень гипс. Потому что, когда я ее откусил, четырех зубов, как не бывало. Я говорю, что ты мне дала? Ну, что ты мне дала? Она говорит, ты же сказал, хочу пуры. Вот я ей дала, хочу пуры. И вообще, говорит, ты знаешь, что такое хочу пуры? Я говорю, уже знаю. Это когда кушать больно, а выплюнуть жалко. Она начала кричать, молодой человек, как вы себя ведете, зачем вы на пол зубом и сорете? И вообще, я говорю, у вас мозги есть? Я говорю, есть. Есть, кое-что есть, понимаешь? Ну, нету. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вот, а сейчас вам придется пофантазировать. Представить, что вы находитесь во Франции, в Париже, на улице. Там стоит маленькая телефонная будочка такая. В этой будке стоит главный герой популярного кинофильма «Фантомас» «Комиссар Жу», в которого играл Луи Де Фюнесс, вы все помните. Итак, из Парижа по телефону к тбилисским динамцу обращается «Комиссар Жу». Четыре, три, два, один, норо. Ах, ах! Отдай монету, отдай монету, кому говорят, отдай монету. Ах, вот так вот. Алло, это Тбилисим? Алло, это Тбилисим? Ах, закройте дверь, вы мне мешаете. Алло, да, мне нужна динамо и его руководителя. Динамо и его руководителя, а? Закройте дверь, вы мне мешаете. Вы не видите, я звоню за границу. Алло, Тбилисим? Это Динамо? Я вас поздравляю. Да-да-да, поздравляю, поздравляю. Как кто поздравляет? Кто вас поздравляет? Идиот! Алло, а кто это со мной говорит? Суши Лорен. Суши Лорен? А, Суши Лорен. Если будете в Париже, не смейте заходить. Алло, это Суши? Алло, это Суши? Да, это я. Ха-ха-ха. А, это не Суши, это Фантом Азда. Да я его узнал, я его узнал. Держите, держите, я к вам лечу.